а если не секрет украины откуда я с города львов понятно а я сгу а я с крыма круто круто конечно сейчас здесь очень стало круто наконец-то наконец-то понятно что тебе сразу это закусило да нет не знаю я просто я правду говорю никак ничего личного конечно что может быть личного не понимает ну мало ли ты там не знаю ненавидишь русский мир там или еще чего-нибудь а я эти просто говорю про крым вот было вот бардак а теперь вот как-то все налаживается класс я рад что у вас все налаживается что у вас все хорошо мне приятно слышать спасибо на здоровье я тоже так думаю что главное здоровье ну да вы сегодня отмечали день победы нет мы не отмечаем побед почему для вас это не праздник нет конечно а почему нет каждый раз должен это объяснять не понимание ну а почему допустим в 13 году для вас был это праздник двенадцатом году был праздник в одиннадцатом десятом в шестьдесят пятом в пятьдесят пятом фиг в пятьдесят втором и в сорок пятом а теперь не праздник не задумывались не я в том плане что просто вот вы лично сами ничего личного просто вот вы не задумывались что вас обманули нас обманули меня обманули кто меня не знанием конечно если вы потомственный бандеровец потомственный то есть ваши ваши там допустим ну там прадед и еще чего-нибудь был на стороне как говорится там где бандеровской армии я могу вас понять но не больше то есть конечно если проигравшая сторона вдруг теперь за и по имеет шанс как говорится о себе заявить что нет нет мы тоже офигенные но туда я могу это понять но если в ваши родственники участвовали великой отечественной войне и были на стороне советского союза то я понять вас наверное ну не могу да вы нас никогда не поймете почему ничего это нормально а почему так давайте выясним у вас родственники воевали в советской армии конечно и тогда как вы думаете вот ваш там дед или тот кто воевал в советской армии прадед тем более видите вот он бы сейчас одобрил говорится шествие бандеровцев шествие бандеровцев что такое шествие бандеровцы кто такие бандеровцы кто такой бандеров объясните мне ваш я так понимаю национальный лидер ваш какой-то кумир если вы вдруг именем этого человека называете целые проспекты в городе киев да и во львове тоже я так понимаю правильно как вы понимаете где вы понимаете ну как если названа улица если говорится в россии и в советском союзе называли центральные улицы допустим улица и ленина то это было соответственно как говорится вот вошь наставник и так дальше но по крайней мере человек который свое да не мой вождь я вам пример в образно можете мыслить игру вот советском союзе при советском союзе во многих городах кстати улице ленина таки остались вот севастополе например вот этот самое а во многих переименовали зачем не знаю но тем не менее но по крайней мере человек сделал многое понимаете убийца это для вас а бандера заметьте вот действительно убийца вдруг у вас стал герой это чё такое так же как и у вас нет неправда ленин не убивал никакой для вас герой для вас бандера убийца фашиста для нас герой молодой человек молодой человек ленин не убивал никакого министра например польского а бандера да да его поляки за что арестовали ли даже и должны были казнить за убийство польского министра да разница разницу в начале чувствуете или еще и нет да да я чувствую а почему не казнили кого бандеру ну вот война началась ну да это не повезло не повезло наоборот бандеру это повезло ленин никого не убивал мы разобрались а сталин тоже никого не убивал уже никого не убивал хорошо ну по крайней мере на наверно я не знаю чтоб он лично кого-то убивал лично был замешан в это самое а если вы говорите про какие-то там репрессии были они были до коней должны были быть а почему нет ну да почему нет непонятно я бы наверно вы наверно забыли какие-нибудь вопросы есть ко мне да вот не пойду вот я вожжу я же вас спрашивал вы такие не ответили почему вы не считаете себя обманутым по поводу бандеры 1 9 мая 2 ну потому что я не считаю себя обманутым а считать не пробовали а почему вы а считать не пробовали нет нет не пробовали а скажите сколько а скажите скажите только мы это самое ну честно вот просто без дураков 2 плюс 2 умноженное на 2 сколько будет 2 плюс 2 умноженного 2 да будет 6 молодец вы смотрите если правильно считать ты тоже красавец да вот если правильно считать то все остальные действия если в начале посчитать так то соответственно можно как говорится рассчитать и все остальное правильно а вам не кажется что в самом начале вы ошиблись в расчетах у вас бандера который заметьте убил польского министра то есть практически был этот самый убийца да который соответственно потом пошел служить фашистским захватчиком с кем воевал твой дед или там прадед прикинь а ты теперь предал своего прадеда ну ладно может и это бывает но дело не в этом а твой прадед был воевал в красной армии и корица был на стороне победителей ну тогда если конечно победа была на другой стороне бандера конечно может был бы каким-нибудь героем подожди да я это говорю но вряд ли он был бы таким большим героем как он сейчас у вас стал и у немцы бы никогда не сделали бандеру героем никогда они бы его даже не выпустили никогда ну да ну хорошо так ведь так да кто на самом деле ваш бандера никто просто какое-то чмо которое просто взяли и сделали из него кумира на ровном месте чтобы вы верили в него допустим далее ну все так обманули тебя или не обманули хорошо вы разрушили мое представление о бандере далее допустим а далее далее из серии 2 плюс 2 умноженное на 2 вопрос так тебя обманули или нет ну как бы вы считаете что я должен вот ничего ты мне не должен абсолютно ничего ты мне не должен потому что мне какой-то непонятный человек да ничего ты мне не должен я просто призываю вот и все так я же говорю все нормально как бы это ваше мнение хорошо и хорошо а логика а логика я ну ради бога слава богу что вы меня услышали так хорошо сталин никого не убивал для меня сталин убивал ленин убивал просто так репрессии конечно миллионы человек что вы знаете про товарищи стали я там миллионы давайте смотрите я вас слушал ничего не говорил давайте давайте я вас послушаю почему-то перебиваете не не я мне даже интересно скажите про сталинские репрессии без проблем я могу там дальше крутануть и все нормально нет расскажите мне пожалуйста про сталинские репрессии вот как что вы знаете в украине про сталинские репрессии только только вот по такой же логике 2 плюс 2 умноженное на 2 и чтоб правильно считать миллионы миллионный человек он убил миллионы от к так а с как с чего вот это вот взято не так не так но если не так хорошо не ну подождите да а может а может а может это а может это сделала годзилла в нем не думали чего взяли что это и сталин сделал с чего нет проблема не в том я не понимаю почему как вы понимаете нет не понимаю так я же пытаюсь объяснить объясните мне пожалуйста слушайте меня не перебивайте слушать диалог или вы хотите вести монолог если хотите монолог я пойду дальше но без проблем ну да объясняйте я слушаю вас ну я не понимаю чего так защищаете как бы ну просто вот сталин хорошо был стали что-то он там хорошо там сделал для советского союза начатом построил там заводы еще не материтесь спокойно молодой человек спокойно спокойно понимаете разговаривать в таком русский как мы как мы ведем диалог это и тяжеловато но я плохо-плохо-плохо начинаете пить корвалол нормально так да нет у меня все нормально и вот я не понимаю откуда откуда взята смотрите вы мне так и ничего не сказали что не сказали ни ни одного как говорится логического размышления факта вы мне не привели о том что сталин убил у вас миллионы и заморил вас голодом при чем здесь у нас я хочу хочу вам блин объяснить просто там объясните и свое так вы не даете сказать блин я не понимаю чего там например взять если берем примеру сталина чего вы так его защищаете потому что он как бы я не его защищаю я правда защищаю правда защищаете ну хорошо блин хорошо сталин для вас герой так без проблем пусть будет герой для меня не герой ё-моё а ваш прадед хорошо подождите что 9 мая почему мы не отмечаем потому что у нас это день памяти и скорби мы мы не пьем водку блять мы не не матерись молодой человек успокойся четко завелся я тебя подрывает немаю вы не даете слова сказать блин да ты ничего не говоришь как же тебя понять если ты не говоришь ничего паспас по существу хорошо я понял хорошо ничего не говори ну тогда чем разговаривать я желаю вам здоровья желаю чтобы у вас крыму все было хорошо у нас очень все хорошо в крыму да и я желаю что у вас было только лучше и берегите себя и своих близких вам того же огромное да а про про сталина все-таки подумайте и про всех остальных да 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 я подумал у вас прадед воевал под руководством товарища сталина и в войну до товарища сталина потому что и войну мы выиграли благодаря товарищу сталину а вам конечно это наплевать молодцы а вы бандере конечно молодцы идите и корицы и молитесь на этого идиота ну чё могу сказать жалко мне вас слился сразу же эх какой-то слабенький народец пошел с той стороны